Вести Хакасия 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 Диагностический центр смонтирован на базе автобуса ПАС, но родным осталось только кресловодитель. Остальной салон полностью переоборудован под врачебные кабинеты. В одном из них разместилась лаборатория. Оборудование, которое позволяет исследовать кровь, допустим, на биохимические исследования, там очевидно креатинин, глюкоз, в общем, все параметры. В данный момент я сделала, допустим, исследование крови на глюкозу. Основное достоинство передвижной лаборатории – быстрота обследования. Результат готов через две минуты. Получив его, пациент идет дальше по врачам. Автальмолог разместился за стенкой. Конечно, полное обследование в походных условиях провести трудно, но измерить глазное давление, провести осмотр и выявить раннюю глаукому вполне реально. В мобильную бригаду входят еще специалист по УЗИ-диагностике, терапевт и гинеколог. Рожали самостоятельно, да? Да. Без операций, все хорошо. Ребятишки здоровы. Именно гинекологу очень трудно там пройти, в Устебакане. А здесь, пожалуйста. Не каждый у нас в Солнечном имеет транспорт, чтобы вот так вот тут свободно сесть и поехать на анализы. В общем, мы довольны. В ближайшие дни Минздрав Хакасии разработает график поездок мобильного медицинского комплекса. Отдаленных сел много, большие объемы обследований. Ведь каждый год треть всех взрослых жителей должна пройти диспансеризацию. Виктор Лушников, Владислав Пустовой. Хакасия поможет лесоматериалами жителям районов, пострадавшим от наводнения. Каждый день все больше республиканских лесозаготовителей присоединяются к благотворительной акции. В помощи нуждаются жители Дальнего Востока, оставшиеся без крова. Стихия причинила огромный ущерб региону, лишила многих жилья и имущества. Власти обращаются ко всем, кто неравнодушен к беде людей, находящихся сейчас в зоне затопления. Дальний Восток готов принять любую благотворительную помощь. Но в первую очередь нужны сейчас продукты. Это растительное масло, консервы, макаронные изделия, крупы, сахар, сгущенное молоко и чай. Со всеми вопросами обращаться по телефону 22 11 38 или 24 30 34. Сегодня на канале «Россия-1» стартует мировая премьера – проект «Хит». Впервые в историю шоу-бизнеса будут соревноваться не звезды, а сами песни. Их авторы присылали из разных уголков страны. За победу поборется и наш земляк, юный музыкант из Минусинска Никола Дмитриев. В гостях у потенциального автора хита побывала наша съемочная группа. Многие избиратели Хакасии на грядущих выборах пойдут на участки, названные в честь знаменитых земляков. В республике организовано 10 подобных. Один из них в селе Бондарево Бейского района. Назван в честь прославленного философа и писателя Тимофея Бондарева. Наш земляк известен тем, что в свое время вел прямую переписку с Львом Толстым. 248-й избирательный участок расположен в сельском доме культуры. К слову, электорат Бондарева насчитывает 1370 человек. Представители избиркома считают, сельские жители довольно активны, и согласно опросу на выборы придет большинство. Обещают быть на выборах, читают информацию. Информации очень много по селу, все партии активно работают, агитаторы разносят. То есть информацию подчеркнуть есть, где на каждом стенде объявлений висит куча информации разной. Героический поступок Сергея Иванова, спасшего на пожаре троих человек, достоин государственной награды. Чтобы лично выразить признательность 15-летнему парнишке, руководство МЧС России по Хакасии почти в полном составе прибыло в Туимскую среднюю школу, рассказывает Юлия Константинова. Трагедия произошла 25 августа около 7 утра. Сергей вместе с младшим братом и сестрой гостил у дедов Шира. Воскресным утром в этом доме все крепко спали. По словам очевидцев, пожар начался с веранды. Старый, сухой, пламя моментально охватило строение. Дым там сразу во всем доме был. И огонь уже начался. Бабушка просто закричала, что пожар. Путь к спасению через входную дверь был отрезан. Парнишка не растерялся. Выбил вот это окно и начал передавать на руки соседям. Сначала трехлетнего братишку, потом годовалую сестренку, а затем помог выбраться из дома своей прабабушки. Пожилая женщина не смогла это сделать сама. Недавно она перенесла тяжелую операцию. Надышавшись ядовитым дымом, Сергей выбрался из дома в полуомрачном состоянии и попытался вернуться. Ведь там остались его бабушка и дедушка. Когда пожарные расчеты потушили открытый огонь, в помещении были обнаружены их тела. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. То есть дом 1936 года постройки, проводка менялась в 60-х годах. И если в доме еще проводка менялась, то на веранде она как была построена, так и была старая проводка. Рассказать о мужественном поведении Сергея во время пожаров, то им приехало практически все руководство главного управления МЧС России по ГАК России. Генерал-майор Фирсов на общей школьной линейке вручил парню благодарственное письмо и мобильный телефон. У нас даже когда те люди, газодымозащитники, которые входят в пламя, для того, чтобы сориентироваться и принять какие-то меры по эвакуации, это те люди учатся целый год, а потом только их допускают к выполнению этой работы. Сам пацан сделал вот это самое, которое не проходя обучение. Поэтому для меня это практически героический поступок. В ближайшее время Сергея Иванова могут представить их государственной награде. Главе Ширинского района рекомендовано подготовить документы и ходатайствовать о награждении 15-летнего мальчишки медалью за спасение погибавших. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Твести Хакасия. На этой неделе в Хакасии гостил пятый кочевой международный театральный фестиваль «Желанный берег». За время его проведения актерами было показано более десяти спектаклей. Свою оценку дали критики, режиссеры и драматурги, в том числе и зарубежные. Игру актеров из Якутии, Тувы, Алтая смогли посмотреть не только жители Абакана, но и сел республики. Открытие фестиваля прошло в драмтеатре имени Лермонтова. Актеры Национального драматического театра имени Тапанова, которые в этом году стали хозяевами фестиваля, показали хакасские обряды. Представление началось с кормления огня и задабривания духов. Затем на сцене изображались ритуалы, национальные танцы и сцены жизни древних тюрков. Из года в год тема фестиваля меняется. В этот раз его название «Рожденный небом». Это театральное событие посвящено истории и культуре тюркоязычных народов России. Каждая постановка отражает национальные традиции и обычаи народов республик-участниц. Критики оценивают его как просветительскую акцию и знакомство зрителей с этикой и философией народов Евразии. Целью и задачей является популяризация, наверное, искусства театрального и объединения народов, для того, чтобы как можно больше зрителей узнало о культуре разных народов. «Желанный берег» называется кочевым фестивалем, так как проходит каждые два года в одном из национальных регионов России. За время своего существования находил пристанище Гурятии, Якутии, Калмыкии, Алтае. Первый фестиваль прошел в 2005 году в городе Улан-Удэ. Инициатива его проведения принадлежит министру культуры Якутии. На этот раз желанным берегом для режиссеров и актеров из четырех республик стала Хакасия. «Хорошо, что у нас фестиваль проходит вообще. Меня это радует». Хакасию на фестивале представляли театр драм и этнической музыки «Читиген», национальный театр кукол «Сказка» и русский драматический театр имени Лермонтова. «Да, очень понравилось. Мы не пожалели, что пришли». За прошедшую неделю посмотреть постановки смогли сотни людей. Театральные трупы побывали на площадках Аскиского, Бейского, Таштыбского и Ширинского районов. Фестиваль «Желанный берег» стал событием для всех ценителей театра нашей республики. Учебный год в Хакасии начался. Более 58 тысяч учеников сели за парты в этом году в республике. А вот безопасны ли наши школы? Об этом мы поговорим с Алексеем Налобиным, государственным инспектором республики Хакасии по пожарному надзору, сразу после вестей в рубрике «Интервью». А из новостей у меня к этому часу все. Хороших выходных и увидимся на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин